Колумб морем шел, и он ступил на берег Америки, а мы вот шли наоборот по суше и вышли на берег Тихого океана. 380 лет будет в следующем году. И из них всего 160 лет будет Владивостоку через пару лет. То есть нашему городу даже меньше, чем половина этого срока здесь. Каким нам видится Владивосток? Вот для этого разговора я пригласил Юрия Алексеевича Авдеева. Он ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии до Невосточного отделения Российской академии наук. Открыт-закрытый порт Владивосток. Эти стройки Владимира Высоцкого стали своего рода пророческими благодаря Юрию Авдееву. Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВОРАН в 1990 году он был депутатом городского совета 21-го созыва. Проект «Открытие Владивостока» рассказал Юрий Авдеев в прямом эфире Радио Лема он разработал буквально за одну ночь. Спусковым крючком стала фраза министра иностранных дел Эдуарда Шварнадзе, что открытие Владивостока состоится не ранее 1996 года. Мы понимали, что без этого акта открытия города развитие дальше просто невозможно. Именно поэтому, да, и кроме всего прочего, если вы помните, в сентябре 1990 года, вопреки всем, так скажем, положениям города, проходил первый международный форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке. Указ об открытии Владивостока Борис Ельцин подписал 20 сентября 1991 года. Это дало новый толчок для развития города. И тогда родился новый проект, рассказал Юрий Авдеев, который назывался «Большой Владивосток», о котором скоро забыли и вернулись только спустя 20 лет. К «Большому Владивостоку» вернулись на одном из дальневосточных саммитов или конференций, которая здесь проходила, когда в администрации края, там, департамент архитектуры и градостроительства вдруг неожиданно ровно вот один к одному вытащил проект «Большой Владивосток» и презентовал его как нечто абсолютно новое. Для того, чтобы сделать Владивосток мировым городом, наравне с Нью-Йорком, Токио и другими мегаполисами, необходимо решить, говорит Юрий Авдеев, два вопроса. Определиться со статусом города и включить в агломерацию часть акватории, которая сегодня находится в федеральном подчинении. А также создать во Владивостоке биржу, такую, как Московская или, например, Токийская, которая будет специализироваться на торговле ценными бумагами, валютами и производными финансовыми инструментами. Здесь нужно, прежде всего, думать о корректировке таких законов, как закон о свободном порте, закон о территориях, опережающего развитие и даже, может быть, то, что связано с Дальневосточным гектаром. До Конституции не дойдем? Вот. До Конституции доходим. Доходим. Экономическое развитие Владивостока и Дальнего Востока – одна из приоритетных задач в государстве. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Необходимо строить новые порты, развивать отрасли добывающей промышленности. Для того, чтобы привлечь на Дальний Восток людей, нужно реконструировать Транссибирскую магистраль, сделать ее скоростной. Эти задачи стратегические, говорит Юрий Авдеев, и решать их необходимо на государственном уровне. Но, как и 30 лет назад, подчеркивает он, инициатива должна быть на местах. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.